Сегодня в Доме правительства прошла презентация федерального проекта «Детство безопасности». Проект подразумевает создание системы обучения молодых родителей правилам безопасной перевозки ребенка в автомобиле. Приехавшие из Москвы специалисты рассказали на тренингах для будущих родителей на базе перинатальных центров. Подробности у Мурата Джанкезова. На презентацию собрались представители органов госвласти, правоохранительных структур, медицинского сообщества, общественных организаций и другие. Открывая встречу, министр промышленности и торговли Мурат Аргунов рассказал о той работе, которая проводится в республике в рамках реализации национального проекта по организации безопасности на дорогах. Прежде всего я хотел бы сказать, что правительство Крачево-Черкенской республики уделяет пристальное внимание обеспечению безопасности дорожного движения в Крачево-Черкенской республике. В регионе сформирована комиссия и работает комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения под председателем правительства Крачево-Черкенской республики с участием всех заинтересованных министерств и ведомств. Ежепартально на заседании комиссии у нас рассматриваются вопросы аварийности на автомобильных участках региона. Также рассматриваются вопросы, вырабатываются механизмы по снижению смертности в результате дорожно-транспортных происшествий. За три года федеральную программу детства безопасности по профилактике дорожно-транспортного травматизма внедрят в перинатальных центрах и родильных домах 100 городов в 85 регионах. Хотелось отметить, что он направлен на то, чтобы сформировать единую сеть центров по профилактике безопасности дорожного движения на территории Российской Федерации. Соответственно, в рамках реализации национального проекта и его части федерального проекта предусмотрено создание вот такого рода центров, которые мы сегодня запускаем в республике, во всех 100% субъектах Российской Федерации. В этом году в республике произошло два ДТП с участием детей. Для сравнения, в минувшем году их было 8, снижение в три раза. Однако эти цифры могут измениться в любой момент. В этих двух авариях, где пострадали дети, в одном случае ребенок не был пристегнут и он погиб. А во втором случае мать-водитель погибла, а ее маленькая дочка, пристегнутая в детском кресле, практически не пострадала. Я, как главный государственный инспектор безопасности дорожного движения Покорачево-Черкесской Республики, искренне надеюсь на вашу поддержку и помощь в формировании у родителей жизненно важных принципов, потребностей не только в знании правил дорожного движения, но и в их неукоснительном соблюдении. К сожалению, мы все знаем, что все правила дорожного движения написаны, как бы это грубо ни звучало, написаны кровью. И только их непосредственное и неукоснительное соблюдение позволит нам сократить тяжесть последствий, в том числе и ДТП с участием детей. В рамках проекта будущие родители несколько раз в неделю будут проходить тренинги по установке детского автокресла, соблюдению детского скоростного режима и аккуратному вождению. Мурат Жанкёзов, Рашид Токов, Вести Карачаева, Черкесия.